Здравствуйте! В эфире Город С. Татьяна Дмитриева. Как должны оплачиваться работы отпускные и сверхурочные? Какая ответственность грозит работодателю за несвоевременные выплаты? Об оплате и нормировании труда говорим сегодня в нашей студии главный госинспектор государственной инспекции труда в Самарской области Екатерина Мамзина. Ваших вопросов мы ждем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вообще входит в понятие зарплата? Ну, зарплата, другими словами, оплата труда работника, это вознаграждение за труд в зависимости от сложности квалификации, качества и количества выполняемой им работы. Это компенсационные выплаты, да, оплаты на отбавки компенсационного характера за работу, например, отклоняющуюся от нормальных условий. И стимулирующие выплаты, ну, это премии. И все это в зарплату входит. Да, то есть в совокупности эти элементы и являются зарплатой работника. Существует еще такое понятие, как минимальная зарплата. Вот оно как-то меняется время от времени. И на что влияет? Ну, существует... Минимальная оплата труда, да? Да. Минимальный размер зарплаты труда. Существует минимальный размер оплаты труда. Вообще, месячная зарплата работника, она отработавшего полностью норму времени, она не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Да. Минимальный размер оплаты труда, он меняется, конечно. С 1 января 2015 года он установлен в размере 5 965 рублей. Поэтому зарплата работника, отработавшего полностью норму времени, она не может быть ниже вот этого размера. Выше, конечно, пожалуйста. А если человек работает на неполной ставке, то он ни на что не может претендовать? На полставки, вот как у нас бывает. Я работаю. Да. Если он работает на 0,5 ставки, то ему зарплата выплачивается из расчета минимального размера оплаты труда, но за фактически отработанное время. То есть, если он работает на 0,5 ставки, соответственно, он месячную норму времени не выполняет. И фактически отработанное время он получает зарплату. А бывают такие обращения до сих пор, что получают зарплату, и она меньше мрот? Вот в инспекцию с таким обращаются или такого уже не существует? Существует. Существует и очень много. В основном это сельские местности. Существуют такие обращения. Но это можно решить? То есть, по закону работодатель не может ниже? Нет, безусловно, он не имеет права ниже выплачивать. Мы вмешиваемся в эту ситуацию и обязываем, естественно, установить минимальный размер оплаты труда в соответствии с действующим законодательством. А вообще, на основании какого документа начисляется зарплата? Вот что должен знать работник, если все это официально, по закону? Ну, на основании какого документа? Вообще, первичные учетные документы являются табелем учета рабочего времени. Обязанность работодателя вести учет рабочего времени нам предусмотрена трудовым законодательством. И на основании вот в этом табеле учитывается фактически отработанное время работникам, нахождение на больничном, отсутствие на рабочем месте. Соответственно, на основании этого документа и происходит начисление заработной платы. А извещаются работники с помощью расчетного листка. А это не ушло в прошлое? Вот раньше всегда он присутствовал в нашей жизни. В последнее время, как-то, мне кажется, никто уже их не получает и не изучает. И только постфактум, когда переводят, особенно на карточку, да, вот деньги. Нет, это не ушло в прошлое. На сегодняшний день действующим законодательством предусмотрена обязанность работодателя извещать каждого работника о составных частях заработной платы, которая причитается ему в соответствующий период времени. Об удержаниях, основаниях удержания и общей сумме, которая подлежит выплате. Формы расчетного листка, типовой формы, ее нету. На каждом предприятии работодатель самостоятельно подтверждает форму расчетного листка. И это является обязанностью, соответственно, 136 статьей. Ну, то есть даже если работник не получил до зарплаты вот этот расчетный листок, не ознакомился, потом он может претендовать на то, чтобы его посмотреть, рассмотреть и опротестовать. Да, безусловно. А есть ли вот еще такие ситуации? Сейчас мы два раза в месяц должны получать зарплату, она делится там на аванс и заработную плату. Кто-то жалуется на то, что один раз в месяц платит, допустим. Да. Вот есть такие претензии? Очень-очень много обращений на то, что зарплата выплачивается один раз в месяц. Жалуются обычно такие работники, которым как раз-таки и установлен минимальный размер оплаты труда, который 5-965 рублей, как бы это небольшая зарплата, поэтому работодатель считает, что он может ее выплачивать один раз в месяц, хотя это не так абсолютно. Ну, некоторые работники, между прочим, очень возмущаются, что такую маленькую зарплату им еще разделяют и выплачивают дважды, то есть два раза в месяц. Поэтому некоторым удобно получать один раз. Да, и так не нравится. И так. И вот еще такие бывают ситуации, конечно, когда день выплаты зарплаты приходится на выходной или праздничный день. Что в таком случае по законодательству должно работодатель делать? Раньше выплачивать, в этот день или позже? Да, при совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем работодатель обязан произвести выплату заработной платы накануне этого дня. То есть позднее ни в коем случае не допускается. То есть только накануне, то есть раньше. Понятно. И если что, если в празднике останешься без денег, уже можно жаловаться. И обращаться в инспекцию. А бывают такие обращения? Бывают. Бывают. Даже вот из-за одного дня будут люди претензии предъявлять, из-за задержки на один день. Будут. Предъявляют, обращаются очень много. Хотя вот хотелось бы у вас уточнить, в последнее время вот эта ситуация с заработной платой, с обращениями, она становится больше актуальной? Больше вот людей обращаются с недовольными, с претензиями, недовольны чем-то там? Или нет? Нет, на сегодняшний день, конечно, вся ситуация, она сказалась на работниках. И очень много сейчас обращений по вопросу невыплаты заработной платы. И предприятия тоже в какой-то степени страдают от этого. Поэтому страдают предприятия, страдают работники. И очень много сейчас обращений. А какими путями это можно разрешить? Потому что основная причина невыплаты, это нет денег в предприятии. Они говорят, ну нет денег у нас. Вот сейчас кризис, нет там продаж, или производство падает, или еще что-то. Как можно с этим бороться и настоять, решить проблему? Это обязанность работодателя. В любом случае? В любом случае, при любой ситуации. Это его обязанность. Он обязан обеспечить работнику оплату труда. Он же продолжает на него работать. Поэтому это его обязанность. А штрафные санкции, вот если не выплатил в свое время, вовремя деньги работнику, работодателю, ему что-то грозит, если после заявления в инспекцию дело же будет? Да, существует административная ответственность. Невыплаты зарплаты у нас являются составом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27. КОАП. Существуют штрафные санкции на должностных лиц, на юридических лиц, на должностных. Ну, я не знаю, размеры необходимы от 1000 до 5, от 30 до 50. То есть, да, существуют санкции, применяемые к работодателю, к недобросовестному работодателю. И вот много таких предприятий, которые платят штрафы? Куда им деваться? Это при нарушении, безусловно, обязанность инспекции применить меры административного взыскания. А работодатель, в свою очередь, у него есть право обжаловать наши документы. Ну, оплатить штраф, естественно, обязан. Вот сейчас время отпусков. Скажите, пожалуйста, отпускные вот эти деньги, они должны когда начисляться? И, собственно, вот уже насчет работнику приходить или выплачиваться? За какое время? Когда уже начнет человек отдыхать? Нет, нет. Нет, это будет нарушением как раз-таки. Оплата отпуска работнику, она производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. То есть, до начала отпуска работодатель обязан выплатить работнику, причитающийся ему отпускные суммы. Да, тем более, если человек куда-то уезжает, то он же потом, впоследствии, не сможет даже отрегулировать ситуацию, если не получит. Ну да, в конце концов, у нас многие в отпусках какие-то планы есть, какие-то планируют, и в случае невыплаты за 3 дня, да, то есть заранее, могут быть какие-то последствия. А вот еще, если дополнить тему отпусков, многие работники уходят в отпуск, и обязанности переходят к другому. Ну, и как само собой разумеется это? Как бы, вот, ну, человек отдыхает, а я тут вот пока за него вот какие-то обязанности выполняю. Как это все должно оформляться по закону? Должно ли это оплачиваться? И как это нужно с работодателем правильно оговаривать? Потому что, конечно, работодатель как-то может это просто вот лояльно на каких-то вот договоренностях решить и сказать, ну, вот он выйдет, и, ну, ты отдохнешь потом. Нет, вообще, с письменного согласия работника, наряду с работой, которая определена ему трудовым договором, он может выполнять дополнительную работу по той же профессии или иной, там, специальности, должности. Доплата за такую работу, она производится по соглашению сторон. То есть размер этой доплаты устанавливается по соглашению сторон. Так же, как и сроки выполнения такой работы. Конечно, работник имеет право досрочно прекратить выполнять эту работу, а работодатель отменить выполнение этой работы. Но при этом стороны должны будут предупредить друг друга не позднее, чем за три дня рабочих о намерении прекратить, то есть выполнять работу, либо отменить поручение о выполнении работы. Понятно. А вот если зарплата не выплачивается работнику, он может работу эту прекратить? Вот он ждет месяц, другой, и вот его кормят обещаниями. По закону у него есть право просто не работать какое-то время? Из-за того, что ему не платят. Он работает, а ему не платят. Вот что в этом отношении? Да, есть у работника такое право. Оно предусмотрено 142-й статьей Трудового кодекса. В случае невыплатой зарплаты сроком более 15 дней работник имеет право письменно уведомить работодателя. А вот что важно. Потому что не просто вот я не пойду, мне не платят. Да, безусловно, обязательно. Если он не пойдет, он будет считаться отсутствующим на рабочем месте. И еще уволят по статье. Вполне вероятно. Он должен письменно предупредить об этом работодателя о намерении приостановить работу. Во время приостановления на работе он может отсутствовать на своем рабочем месте, то есть не появляться. Но обязан приступить будет к работе на следующий день после получения от работодателя уведомления о намерении выплатить ему задержанную зарплату в день его выхода. Вот это очень важно, потому что кажется, что сейчас действительно такие ситуации все чаще могут случаться, потому что людям действительно просто может надоесть работать и не получать деньги. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Я напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Екатерина Ивановна интересуется. Есть на Дубенко ресторан с бара. Там не платят персоналу зарплату. И за аренду они не платят тоже. Что нам делать с работниками? Куда обращаться? Ведь люди напрямую хозяевам заявлять боятся. Видите, сколько вот здесь действительно будешь как-то вот... Ну, в случае нарушения, в случае невыплаты работодателям зарплаты у работника есть право обратиться в госинспекцию труда или органы прокуратуры. Кроме того, вообще зарплата работника может быть также взыскана в судебном порядке. То есть при этом работник будет освобожден от оплаты пошлин и судебных расходов в соответствии с 393-й статьей. То есть, пожалуйста, милости, просим инспекцию. Вот если рассмотреть, даже, может, с психологической точки зрения вот такие ситуации, потом на этом работнике, который подаст заявление на работодателя, который там что-то не так делает, это же может отразиться? То есть у него нет никакой вот защищенности в этом отношении. Вот он обратится, ну, естественно, директор скажет, ну, ничего себе, мой работник, и он еще на меня тут вот ходит, пишет, заявляет, меня проверяют, штрафуют, какие-то санкции применяют. Вот как быть правильно? Ну, вполне вероятно, что на работника в данной ситуации это отразится. Ну, работник должен выбирать, либо он хочет получить зарплату, либо не обидеть своего работодателя. То есть интересы, как-то вот взвесить свои интересы, что важнее? Да, или уже получить деньги, или потом как-то потерпеть что-то? Или потерпеть и смириться, например. Ну, вы вот как рекомендуете? Как вот нужно, вот по вашему опыту, как поступать? Ну, конечно, каждый индивидуальный. Бывают разные ситуации. Бывают, когда есть работодатели достаточно добросовестные, но у каждого бывают сложные ситуации. Можно как бы подождать, зайти, посмотреть, подумать. А есть работодатели, которые категорически не согласны, не хотят выплачивать зарплату. Здесь, конечно, других выходов нету, как только обращаться, стучаться куда-то и пытаться получить законные деньги свои. Понятно. Следующий вопрос. При устройстве на работу мне сказали, что испытательный срок будет один месяц, после чего по результату моей работы примут решение, оставить меня на постоянной основе или нет. Зная, что длительность испытательного срока можно прописать в трудовом договоре, я попросила его со мной заключить. На что ответили, трудовой договор заключит только с тем, у кого испытательный срок пройден. За месяц этот мне выплатили 5000 рублей. Если возьмут все-таки на постоянную, можно ли претендовать на полную выплату за первый месяц? Вот вообще вот этот испытательный срок, понятие, которое в нашу жизнь вошло, насколько оно законно вообще? И что делать действительно, если приходишь устраивать испытательный срок? Ну ладно, хоть один, а бывает и три. Ну, это законные условия. Испытательный срок, он должен быть не более трех месяцев для работника. Но это условие, оно является условием трудового договора, который заключается в письменной форме. Поэтому сейчас, на сегодняшний момент, можно говорить о том, что с ней никакие отношения не заключены, и вполне вероятно, что она может остаться просто без зарплаты. То есть настаивала она, настаивала, не получила, и уже она отстоять свои права без трудового договора не может? Да, она должна продолжать настаивать на этом, потому что испытательный срок – это условие трудового договора. То есть никаких оговорок после прохождения будет заключен трудовой договора быть не может. Понятно. Ну вот опять же, какая-то ситуация здесь возникла, что трудового договора-то не было, он не был заключен. Сказали, что после испытательного срока. Вот как она сейчас может себя защитить? Она же вот просто, получается, отработала просто так. Ну, она продолжает работать, если она продолжает… Пока вот принимается решение, я так понимаю. Ну, наверное, стоит принимать решение. Стоит ли продолжать работать у такого работодателя, либо искать другое место работы. Но, безусловно, ее право обратиться как в органы прокуратуры, так и в инспекцию, и суд, оно остается за ней. И доказать, установить, что она там действительно работает, и работала вот этот месяц, за ней остается право. Да, нужно же еще обязательно фиксировать, если ты даже вот без оформления работаешь, как-то… Безусловно, должны быть какие-то… Смены или что-то, выходы на работу, вот это все. Безусловно, должны быть какие-то документы, которые подтверждают, что она действительно работала там и была допущена до работы. Ведь очень сложно инспекции взять и поверить работнику. Да, на слово может быть, она просто хочет получить деньги. Да, поэтому, конечно, безусловно, какие-то документы должны быть. Мне перестали выплачивать… Павел, мне перестали выплачивать положенные ежеквартальные премии, говорят, что нет денег. Можно ли настаивать на их выплате? Вот действительно, премии… Вы хотя бы вначале сказали, что и премии входят в понятие заработной платы, да? А настаивать на выплате премии можно? Или это, в принципе, личное дело руководителя? Платить или не платить? Оно, конечно, входит в понятие заработной платы, но премии у нас, в соответствии с законодательством, они отнесены к стимулирующим выплатам, поощрительным, так скажем. Поэтому работодатель самостоятельно принимает решение о начислении премии, о ее размере, о порядке, критериях для начисления этой премии. Поэтому, безусловно, у него есть право обратиться в суд, так как это уже будет индивидуально трудовым спором для него, несогласие с размером премии. Но заставить работодателя выплатить определенный размер, который хочет работник, конечно, у нас такого права нет. То есть это стимулирующие выплаты, и работодатель распределяет эти выплаты по своему усмотрению. Вот еще одна тема – не выплачен расчет при увольнении. Вот может уже бывший работник, получается, если он уволен, как-то повлиять на ситуацию, и все-таки этот расчет получить, и что ему делать? Безусловно, он обязан получить этот расчет. Он должен получить, а работодатель обязан выплатить этот расчет при увольнении. Причем этот расчет должен быть выплачен ему в день увольнения, никак не позже. При такой ситуации он может обратиться в инспекцию. Мы можем повлиять на выплату. Ну, как я уже говорила, в прокуратурах, суд – это все. Потому что, на мой взгляд, не знаю, конечно, правда это или нет, это частая ситуация. Доработал, уволили, и уже последние какие-то дни или даже месяц и не выплачивают. Не наш, все, отработал. Тем более, если была какая-то конфликтная ситуация, кто-то на кого-то за что-то обиделся. Часто бывают такие ситуации, очень часто. Ну, потому что люди уходят и считают, что, ну все, он ушел, больше не вернется, я его больше не увижу. На самом деле, совершенно по-другому. Человек, который заработал свои деньги, он имеет право их получить. Понятно. Следующий вопрос, Наталья Евгеньевна. Если работодатель сделал выговор, лишил премии и еще 13-й зарплаты, считается ли это тройным наказанием за один и тот же проступок? В результате разбирательств выяснилось, что объяснительная записка подделана, комиссия по труду сказала, что сроки уже прошли и не стали с этим разбираться. Что делать? Вот здесь вот еще о сроках нужно, потому что в какое время нужно с этим обратиться? Срок давности, получается, еще есть? Ну, у нас срок давности как такового нету. При обращении в суд работник имеет право обратиться в суд в течение трех месяцев, с момента, когда он узнал о нарушении своего права. Ну, стройное, да, стройное наказание. Ну, это не считается стройным наказанием. У нас существуют дисциплинарные меры, дисциплинарные ответственности, виды. Это замечание, предупреждение и увольнение по соответствующим основаниям. Тот факт, что работодатель учел этот выговор при начислении и примировании работника, это его право. То есть он имеет право при начислении рассмотреть вопрос о выплате, о размере выплаты или не выплате вовсе. Ну вот, а разбираться с тем, что объяснительная записка подделана, это в ваших полномочиях установить, если она претендует на то, что кто-то подделал, что-то написал на нее, какой-то клеал, установил. Нет, подлог документа, к сожалению, это не может быть. То есть с таким обращаться к вам не стоит? С таким нет, здесь только в судебном порядке. Доказывать, что действительно это не ее объяснение, там уже, конечно, другие будут органы, может, какие-то экспертизы будут проводиться. Но это не наш вопрос. Понятно. С апреля месяца, Наталья, мне не выплачивают пособие по уходу за ребенком. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Что делать? По этой причине я не могу платить ипотеку. Вот если действительно так, в декрет, получается, в декретном отпуске она, да? Нет, она в отпуске по уходу за ребенком. А, это разные вещи? Это разные вещи. Так. На что она может претендовать, если вдруг ей перестали выплачивать пособие по уходу за ребенком? Ну, вообще, это, безусловно, обязанность работодателя выплачивать это пособие. Поэтому она может обратиться в инспекцию с защитой своих прав. То есть, это обязанность работодателя. То есть, вы можете с этим разобраться? Мы можем помочь в этом вопросе. То есть, вернемся, опять же, к ситуации, которая сложилась в последнее время в нашей стране, естественно, и в городе тоже, когда на предприятиях происходит и сокращение, и даже, может быть, предприятия какие-то закрываются. Вот если работник сокращается по сокращению численности штата, да, так называется, на что он может претендовать? За какое время его должны, во-первых, об этом предупредить, и на какие денежные компенсации он может рассчитывать по закону? Ну, в случае проведения мероприятий по сокращению численности или штата, так же, как и при ликвидации организации или индивидуального предпринимателя, работодатель обязан уведомить каждого работника не позднее, чем за два месяца. За два месяца? За два месяца, да. То есть, соответственно, это уведомление должно быть письменное. При этом работодатель должен предлагать любые вакансии, имеющиеся у него, даже нижеоплачиваемую работу. Ну, в день увольнения работнику выплачиваются все суммы, прочитающиеся при увольнении. Это зарплата за отработанное время и компенсация за дни неиспользуемого отпуска, если таковые имеются. Кроме того, ему выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев. В исключительных случаях и за третий месяц сохраняется средний месячный заработок. Ну, это в том случае, если работник в течение 14 дней с момента увольнения успел обратиться в органы службы занятости и не был ими трудоустроен в течение третьего месяца. Понятно. А если работника увольняют по статье, вообще вот это понятие «уволить по статье», что в него входит? И он может на какие-то выплаты претендовать? Если бы он работал, работал, там выговор или что-то? Вы сказали, что руководитель может, имеет право. Ну, за выговор у нас не увольняют. Есть у нас основания увольнения, такие основания, как неоднократное неисполнение обязанностей, прогул. Безусловно, вне зависимости от основания увольнения, работник имеет право получить расчет при увольнении за фактически отработанное время и компенсация вне зависимости от основания увольнения. То есть, там провинился, не провинился, отработал, получил за это время. Вообще, вы уже сказали, что таких заявлений, обращений по зарплате становится больше в инспекцию. А вот как обращаться, куда обращаться, механизм? Сейчас же появилась еще вот такая онлайн-система, можно через интернет как-то обратиться. Не обязательно идти и сидеть там, ждать приема. Вот как это сделать? Нет, не обязательно. У нас есть, да, онлайн-инспекция. Можно направить обращение электронной почтой в инспекцию, можно обычной почтой в инспекцию направить, мы корреспонденцию регулярно получаем. Можно также прийти, поговорить с инспектором и принять решение, оставить обращение в инспекцию или нет. Это, конечно, достаточно облегчает работу инспекции, если человек приходит и задает какие-то вопросы, и выясняет, стоит ли обращаться в инспекцию. А срок решения, ответа на вот такое обращение, он какой? Ждать сколько нужно? Ну, срок у нас определен 59-м федеральным законом 30 дней с момента обращения в инспекцию. Поэтому по истечению 30 дней работник должен будет получить свой письменный ответ. Да, вот еще есть такая тема, которая вот, сколько работают люди, столько вот она и остается проблемной. Сверхурочная работа и работа в праздничные выходные дни, которые нерабочие. Вот как она должна оплачиваться? Нужно ли заранее что-то подписывать, писать? Или это все само собой разумеется, по закону должны просто вот оплатить? Ну, это, безусловно, все с письменного согласия работника. То есть потом вот не обижаться, да? Вот работал там в праздники и пришел. Ну, он в конце концов, если будет это письменный согласие, то уже будет понятно, очевидно, что он был привлечен к этой работе. Нежели если он так поговорив, приступит к работе, а в итоге не получит оплату этих часов. Сверхурочная работа у нас оплачивается за первые два часа не менее, чем в полуторном размере. Последующие в двойном размере. По желанию работника такая оплата может быть компенсирована дополнительным днем отдыха. Но это время отдыха, оно должно быть не менее времени отработанного сверхурочным работником. Оплата работы в выходные нерабочие, праздничный день, она выплачивается в двойном размере. И также может быть заменена, не то чтобы заменена, а оплата, ну да, заменена на дополнительный день отдыха. При этом оплата в выходной день, она оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха оплате уже не подлежит. Вот вы сейчас сказали о замене, а я подумала, что вот особенно раньше были случаи, когда зарплаты выплачивались какими-то или продуктами, или вот тем, что производят предприятия. Вообще это законно или нет? Или деньги и все? Ну, существует такое условие, да. Законодательством предусмотрена выплата в неденежной форме, так скажем. А если не согласен человек, ну не нужно ему, можно протестовать. Да, он не должен получать такую оплату. Хотя вот такая форма есть. Есть, есть. Понятно. Еще остается работа в ночное время, потому что, естественно, дополнительная нагрузка на организм, она как-то в каком-то большем размере выплачивается или как? Да, безусловно, работа в ночное время, она выплачивается в повышенном размере, в отличие от работы в нормальных условиях. И минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливается правительством Российской Федерации. На сегодняшний день составляет 20% часовой тарифной ставки или должностного оклада за каждый час работы, отработанной в ночное время. А вообще ночное время – это какое время? Потому что всех, конечно, ночь может начинаться там в разные часы. Да, ночным временем считается у нас время с 22.00 до 6 часов утра. Это считается работой в ночное время. И все-таки вот если проанализировать в большинстве своем сегодня вот какие обращения занимает такой вот рейтинг непопулярности, так скажем, вот какие проблемы больше всего, чаще всего сегодня возникают? Вот по невыплате как раз зарплаты. С чем жалуются? То есть, наоборот, популярные. Наоборот, популярные. Ну, на сегодняшний день, конечно, очень остро стоит вопрос с зарплатой. В основном зарплатой с расчетом при увольнении очень остро стоит. Очень остро стоит по выплатам пособий, всевозможных по уходу за ребенком, по беременности и ротам, оплаты больничных листов. Ну и, кроме того, стоит очень остро вопрос о незаконности увольнения. То есть, очень много обращаются с жалобами на увольнение по сокращению штата, например. Ну, каждый хочет остаться при работе, не каждому хочется уходить. Да, какой-то вот типичный случай. Вы можете, ну, сейчас ответим сначала на вопрос телезрителям. Юрий Павлович, если работаю я по скользящему графику, должны ли мне оплачиваться выходные? Это вообще скользящий график. Если он работает по скользящему графику, то оплата производится только в нерабочий праздничный день. В выходной день ему не оплачивается. Оплачивается как нормальный рабочий день. То есть, если он был привлечен к работе, если у него вдруг по скользящему графику выпадает время на нерабочий праздничный день, то оплата этого должна быть произведена в повышенном размере. Если у него по скользящему графику выпадает на выходной, обычный, там, суббота-воскресенье, то такой день оплате не подлежит в двойном размере. То есть, он подлежит оплате, но не в повышенном размере. И совсем вот несколько секунд у нас это остается. Вот основной совет, который вы хотите дать людям, вот из вашей практики, вот вам кажется, каждый раз вы хотите сказать, вот нужно это учитывать, вот именно в проблемах с зарплатой. Что нужно знать, учитывать? Работнику? Да, чтобы избежать вот этих проблем. Ну, знать, во-первых, знать сроки выплаты зарплаты. Да, и потом, если они не выполняются, обращаться в инспекцию. Это, безусловно, условие обязательно. Закончилось. А срок этот 15 дней. Не реже, чем каждый полмесяца. Спасибо большое. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова